Возведение стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 укладывается в графике. Объекты будут готовы через 2-3 месяца. Об этом заявили делегаты FIFA по итогам шестой инспекционной поездки в Россию. Спортивные функционеры побывали в нескольких городах-организаторах турнира. Последними посетили столичные лужники, которые преобразились в результате масштабной реконструкции. Репортаж Георгия Алисашвили. Делегаты FIFA придирчиво осматривают каждый сектор стадиона. Строительные работы в лужниках практически завершены. Так что здесь у ревизоров есть возможность осмотреть уже готовую к большим матчам арену. Естественный газон здесь прошили специальными синтетическими волокнами для прочности. Ну а сейчас на саму арену выкатили тепловые лампы. Под их светом трава прорастает быстрее. Зимой эти лампы будут работать на полную мощность. Внутри самой арены уже разграничены зоны для судей, технического персонала и команд. В потрибунном помещении команды развели по разные стороны. Раздевалки слева и справа. И получается, что соперники впервые встретятся лицом к лицу только здесь. Вот в этом коридоре, через который они будут выходить на поле. Но кому хочется позавидовать уже сейчас, это зрителям первого и второго рядов. На все это они смогут смотреть с расстояния буквально вытянутой руки. Лужники – главный стадион предстоящего чемпионата. За сохраненным историческим фасадом фактически новая арена. Для делегатов FIFA принципиально важно то, что здесь убрали беговые дорожки. И теперь трибуны вплотную нависают над полем. Именно в Лужниках состоятся матчи открытия и финал чемпионата мира. Но еще до начала первенства по правилам FIFA на арене сыграют три тестовых матча. Лужники, как мы смогли убедиться, потрясающий стадион. Это действительно подходящее место как для открытия, так и проведения финала чемпионата мира. Этот тур был насыщенным и продуктивным. В целом мы оцениваем готовность российских стадионов к проведению чемпионата 2018 года положительно. Ну а зрители наверняка оценят не только прекрасный обзор из любого сектора чаши стадиона, но и комфорт, с которым можно будет наслаждаться игрой звезд мирового футбола. Ну а что можно оценить на трибуне уже сейчас? Даже в проливной дождь осадки зрителям не страшны. Расширенный купол обновленных лужников полностью прикрывает все зрительские места на стадионе. Комиссия FIFA уже в шестой раз инспектирует российские арены, принимающие матчи чемпионата мира. За 10 дней делегаты побывали в 8 городах от Екатеринбурга до Калининграда. Практически везде строительство близится к завершению. Крайний срок сдачи, обозначенный в FIFA, 1 декабря. Причем проверяют не только стадионы, но и всю городскую инфраструктуру. Аэропорты, гостиницы, центральные площади, которые на время турнира станут фан-зонами и системы безопасности. Серьезных нареканий не возникло. Мелкие недочеты устраняются практически сразу же. Чуть позже намеченного срока сдадут стадионы в Самаре и Калининграде. Впрочем, представители FIFA отметили, что получили исчерпывающие гарантии от строителей и местных властей. И темпы работ не оставляют сомнений. К началу турнира все будет на высшем уровне. Что же касается стадионов, которые в этом году принимали Кубок Конфедерации, то в этот раз их даже проверять не стали. Это не значит, что мы про них забываем. Мы продолжаем работать с ними, продолжаем их рассматривать. Просто они сейчас на данном этапе не требуют специальных инспекций. Степень готовности этих арен организаторы чемпионата оценивают как крайне высокую.